Здравствуйте! Хочу представить обзор на такой замечательный гаджет. Это смартфон от компании X-Play X-Play X-Trimer. Смотрим вот такая коробка. Приобретал ее связном по цене что-то 6700, по-моему 6700. Сейчас около 7000 в Яндексе колеблется цена на 18 июня 2014 года. Смотрим вот такие надписи. Он такой синий цвет, голубой, но он темно-синего цвета. IPS-дисплей 5 дюймов, Android 4.2, 4-х ядерный процессор 6589 с частотой 1,2 ГГц. Смотрим, что у нас снизу. Бледненько конечно все написано, но тут все его основные достоинства, перечислю. Здесь две сим. Здесь такая ванночка. Вот такая наклеечка была на нем. Тоже основные его достоинства перечислены. Горелла глаз. Разрешение 1280 на 720. Разрешение дисплея Wi-Fi, GPS, Magic Camera, то есть волшебная какая-то камера. 8 мегапикселей. Все это дело выбираю. Конечно, я смартфоном уже пользовался. Достаточное время. Такой смартфон. Посмотрим, что у нас здесь внутри. Комплектация значит наушники. Простенькие наушники. Здесь есть ответ на вызов. Шнур USB, microUSB для подключения к компьютеру или к зарядному устройству. Он сделан таким плоским, то есть тип как лапша. Здесь зарядное устройство с выходным током 1 ампер. различная макулатура. Гарантийные талоны. Такое кратенькое руководство. Может кому интересно будет. Все это дело выбираем. Переходим к смартфону. Смартфон у меня оставил положительные впечатления. У меня как он дополнительный девайс, просто я его дома иногда использую. Сейчас у меня основной девайс LG G2. С ними я проходил около месяца примерно. Положительное впечатление он у меня оставил. Перечислим его характеристики. Посмотрим сейчас на внешний вид его, как он выглядит. Его габариты 74,4 на 144 и на 10,7 миллиметров. Вес его 153 грамма. В принципе нормально для такого аппарата. Смотрим. Сверху у нас динамик. Фронтальная камера 2 мегапикселя. Различные датчики приближения. Освещенности. И светодиодный датчик очень яркий. Но когда я ставишь его на зарядку, светится красным. Когда пропущены вызовы, то зеленым. Когда он стоит на зарядке и кто-то позвонил, он все равно светится красным. То есть вот такой недочет. Конечно, во флагманах класса А аппаратах там все. Светодиодный датчик работает корректно. То есть если тебе кто-то позвонил, например на LG G2, то если он стоит на зарядке, то он будет мигать потом зеленым. Светодиод достаточно яркий, даже некоторых он раздражает. Смотрим. Здесь 5-дюймовый у нас такой экран с такими рамками. В принципе такие рамки широкие. Аппарат очень похож на FlyAQ-451. Есть такой аналог его. Смотрим здесь снизу у нас. Сейчас их не видно. Слабо видны такие кнопки. Здесь назад, домой и меню. То есть в темноте их будет хорошо видно. Также смотрим. У нас здесь такая окантовочка идет. Был у меня такой FlyAQ-450. И окантовка это серебристая окантовка. Она все портила. Она облазила то, что любят в Samsung делать. Здесь все черного. То есть пластик какой-то, окантовка идет. Ну, достаточно удобно в плане эргономики пользоваться. Допустим, Alcatel Idol. Если берешь его, он такой более прямоугольный. И край вот этой окантовки, он резал ухо. Здесь ничего не режет. В плане того, что его удобно очень держать в руке. Смотрим, что с левого торца у нас. Кнопка регулировки громкости. Справа торца кнопка включения-включения, блокировки девайса. То есть очень удобно пользоваться. Сверху у нас разъем 3.5 джек. И разъем для подключения зарядного устройства и шнура microUSB для синхронизации с устройством и для зарядного устройства. Снизу у нас микрофон. Отверстие для микрофона. Снизу у нас такой вот дизайн. Здесь у нас алюминиевая крышка. Покрашено все такое в сине-сирый цвет. Интересно. Здесь у нас пластик. Такой полуматовый, но больше такой глянцый. Снизу у нас динамик. Сверху 8-мегапиксельная камера. Вспышка здесь. Надпись 8-мегапиксель. Ну, здесь какое-то напоминание о том, как снимать крышку. Экстример. Эксплей. Надпись. Смотрим. Еще здесь есть отверстие для второго микрофона возле камеры. И посмотрим, что у нас внутри. Здесь специальные выемки есть для того, чтобы аккуратненько поддевать девайс. То есть, с двух сторон можно его поддевать, чтобы открыть крышку. В принципе, если собрать его, еще раз сейчас соберу. То есть, здесь специальные пазики есть. И вот эти две луточки, они вставляются. В принципе, ничего не скрипит, не люфтит. Здесь все в плане сборки хорошо. Смотрим. Здесь у нас полноразмерные две мини-сим-карты. Слот для микро-сиди. И вот такой аккумулятор на 2000 мА. Ну и в плане того, сколько он держит. Допустим, если пользоваться средние, только звонки. Иногда фотокамера, иногда интернет. Ну, до пяти дней хватало. В связке с включенным блютузом, у меня связки с часами. Sony первого поколения. Их хватало девайса на три дня. То есть, в принципе, считаю нормальный результат. Смотрим, здесь камера. Здесь вокруг такой серебристый ободок. Закрываем девайс. Перейдем к его характеристикам. Про габариты я уже сказал. Здесь используется IPS, UGS. В принципе, такого среднего качества дисплей. То есть, при наклонах он фиолетит, желтит. Но на солнце все хорошо видно. То есть, датчик автояркости тоже здесь присутствует. И, в принципе, работает корректно. В отличие от некоторых моделей Samsung, где он просто тупил. И на планшетах Samsung тоже датчик некорректно работает. Здесь в плане этого все хорошо. 5 дюймов дисплей. Разрешение HD. То есть, 720 на 1280. Число пикселей найдем 294. Про камеру я уже сказал. Вот кнопки подсвечиваются. То есть, видно их. Фронтальная камера уже говорил. 2 мегапикселя. Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Процессор здесь стоит. Mediatek 6589 с частотой 1,2 ГГц. Конечно, он уже устаревающий. Но в плане быстроты я считаю, это нормально. На 2013-2014 год еще хорошо. 4 гигабайта встроенной памяти. 1 гигабайт оперативной памяти. Поддержка микросиди до 32 гигабайта. И поддержка OTG тоже присутствует. Да, если поддержка OTG включает мышку, клавиатуру. Если подключать жесткий диск с NTFS, то, скорее всего, тут нужно будет дополнительное питание. Еще хотел сказать насчет дизайна. Может покажется странным, но немножко смахивает что-то на HTC. Вот задняя поверхность. Что-то немножко отдаленно напоминает HTC. То есть, в руках он, еще раз скажу, лежит очень хорошо, приятно. А еще есть таких плюсов, как бы немножко забегу вперед, может быть, то, что здесь очень быстро все работает. Как бы голый Android. Немного здесь есть что-то от X-Play. Но все работает очень быстро. То есть, телефонная книга, контакты. Все очень быстро. В отличие от, допустим, оболочки от Samsung. И все это тормозит дело. Вот, как видим, скроллинг есть. Если зайти нам позвонить, куда-нибудь надо будет. Вот, допустим, здесь пока у меня сим-карта не установлена. У нас на выбор можно или сим, сим-1 или сим-2 предлагается выбор. Вот так выглядит номеронабиратель. Сейчас я установлю яркость. Поменьше. Экран, в принципе, яркий. ОГС, еще раз скажу, что нет воздушной прослойки. Это его несомненный плюс. То есть, на солнце он ведет себя хорошо. И вот даже сейчас минимальную яркость поставил. Он, в принципе, нормально. Тоже очень ярко себя смотрится. Еще раз посмотрим на сам смартфон. Здесь достаточно большие такие... Для кого-то это минусом, может быть, будет. Расстояние, то есть, от экрана. HTC тоже этим как бы страдает, что у них очень много места. В принципе, здесь это не мешает. Еще раз скажу, что очень удобно пользоваться этим смартфоном. Посмотрим, здесь очень много стоит от Яндекса приложения. Посмотрим, как в меню. Если что-то новое ставится, то ярлычок с таким желтеньким значком круглым, которым внутри написано New. То есть, это новая программа. Тут приложения. Все приложения. Смотрим, как все скроллится. В принципе, все нормально. Загруженные приложения. Здесь все хорошо. Здесь смотрим. Все отлично работает. Также рабочие столы. Здесь у нас выпадающая шторка. Можно двумя пальцами. То есть, переход к быстрым настройкам. Можно так кнопочкой нажимать. Переходим к быстрым настройкам. Режим полета, Wi-Fi, Bluetooth и так далее. Вот здесь яркость. Можно автояркость поставить. Еще раз скажу, автояркость здесь тоже хорошо работает. Посмотрим сейчас, как ведет себя камера. Посмотрим, как она снимает. Вот так выглядит снимок. Немножко засвет есть. Конечно, блестящий такой попался у меня образец. Сейчас что-нибудь другое. Попробуем сейчас пультик заснять. Знаю, как все выглядит. Немножко замылено. Ну и все зависит от того, протерли ли. Иногда может заляпываться камера, поэтому тоже за этим надо следить. В принципе, для текстов, думаю, все хватит. Так, режим съемки. Стандартный, есть во весь экран. Размер фото 8 мегапикселей. Если мы делаем 4х3, то снимает 8 мегапикселей. Если во весь экран, то уже, по-моему, 6 мегапикселей. Смотрим. Перейдем сейчас на видео. Так, заявлено, вот, видео лучшее и высокое. То есть, высокое это 1280 на 720, а лучшее это Full HD. Но Full HD здесь, как думается, как интерполяция. То есть, на форуме FOPDA там были такие отзывы, что лучше даже просто ставить высокое, то есть HD. И качество даже будет лучше, когда смотришь, допустим, на большом телевизоре. Это очень заметно. Смотрим вот тоже еще раз. Покажу, как снимает видео. Вот у нас есть фокус. Так, это у нас хотел приблизить. Ну, и, кстати, здесь есть пауза, что довольно редко встречается. То есть, где-то в драйверах можно продолжить. Можно вот так будет сохраняться видео. Зайдем сейчас в настройки. Посмотрим, что у нас есть в настройках. Управление сим-картами. Здесь просто симки не вставлены. Там можно менять цвет сим-карты и так далее. Так, еще. То есть, можно мобильную сеть выбрать или для первой, или для второй. То есть, где будет 3G у нас. Экран. Здесь все понятно. Размер шрифта. Можно выбрать. Беспроводной проектор. Это отключено. Можно включить. Это сегодня буквально прочитал на сайте Helpex. Такие есть для микрокаста и DLNA. Такие переходнички. Беспроводные. То есть, можно по этой функции передавать. Передавать видео. Допустим, тот же YouTube. Посмотреть прямо с экрана смартфона на телевизоре. То есть, где у нас есть поддержка HDMI. Включаем вот этот переходник. Как-то он назывался Defender, что ли. Какой-то HDMI. В общем, это, если кому интересно, можно гуглить в интернете. Смотреть об этом. Смотрим память. Диск для записи по умолчанию CD-карта, что тоже приятно. То есть, сразу все программы могут записываться на CD-карту. Системная память. Четыре гигабайта было заявлено. Вот. И всего 0,98. Здесь показано, сколько занято. Всего 1,71 и 1,43 доступно. Внешний USB накопитель. Вот здесь, то есть, OTG. То, что касаемо OTG, можно подключать. Посмотрим, что у нас в приложениях. И работающие. Сколько у нас? 497 мегабайт свободно. Это тоже приятно. То есть, 1 гиг. Расписание, включение и выключение. Что тоже традиционно для процессоров MTK. И о телефоне смотрим. 4.2.1. Android 4.2. Так что, еще посмотрим. Еще сейчас игрушку запустим. А, еще тесты не посмотрели. Мультитач здесь. 10 касаний. Здесь все хорошо. Так, и из. Так, если посмотреть в галерею, у меня уже были. Это у нас Epic Citadel. 59,8 FPS. То есть, здесь 60. Вот разрешение видно. 1280 на 720. Это Antutu. Вот мой экстрем. 13955 баллов он набирал. Это здесь информация о камере. MTK 6589. PowerWare. SGX 544 MP. Это видеоускоритель. Конечно, современные, более современные игрушки будут тормозить. Но в среднем все хорошо. Вот. Это у нас 13955 побугаев. Это у нас NanoMarks. 45,2 FPS. Так, это уже мы здесь были. Это уже пошли другие тесты. Так, посмотрим. Хотели игрушку запустить. Асфальт 8. Традиционно посмотрим. Гонщик, еще раз повторюсь, что из меня никакой. Поэтому не обессудьте. Еще в связном, когда покупал, сразу поставил пленку. Несмотря на то, что здесь Gorilla Glass заявлено. То есть, ничего не спасает от микрочастиц. Могут обязательно быть микроцарапины. То есть, товарный вид потом теряется у телефона. Так, поставим яркость еще ниже. Кажется, яркость его очень завышена. Совсем низкую яркость поставим. Так, если нажать... Ага, здесь у нас обои приложения. Так, и посмотрим, как все... Как у нас будет игра. Громкость, в принципе, хорошая у этого девайса. То есть, если вот так положить... Знаю, сейчас будет слышно или нет. Здесь вот максимальная громкость. Чуть приглушается звук, конечно. Сейчас поколубаю. Для обзоров, конечно, надо учиться на этих гонках. У меня дочка хорошо играет. Лучше, чем папа. Просто буквально нет времени этим заниматься. В основном, если я отдыхаю, играю в шутер Shadowgun Dead Zone. Как бы на это времени пока нет. Смотрим, есть какие-то лаги. Я даже не знаю, где эти микролаги. Кто-то вычисляет, что какие-то лаги могут быть. Ага. Это я уже в обратную сторону. Наверное, я еду. Вот, думаю, в принципе, и все, что я хотел сказать об этом смартфоне. Ну и традиционно плюсы и минусы в конце. Плюсы ОГС, IPS, 5-ти дюймовый дисплей. В принципе, вес относительно такой средний. Удобство и эргономика использования. Светодиодный датчик присутствия. Для кого-то плюс, для кого-то минус. Кто-то его вообще хочет убрать. То есть, начинает, конечно, раздражать. Это если в минус. Когда зарядка низкая, включается красный огонек. Как фонарь прямо слепит. Но зато издалека видно. Также, в принципе, средний такой динамик внешний. Разговорный все хорошо. Камера такая средняя, думаю, алюминий здесь. Для кого-то, конечно, тоже плюс. Может быть, быстрота. В принципе, такая средняя интерфейса. Кстати, связном смотрел почему-то. Но это, может, смотря для какой области, уже почему-то его нету. Может, еще появится. Из минусов, что бы я назвал. Может быть, мелкие глюки софта какие-то были. То есть, в плане того, что когда мороз. То есть, на улице минус 20, допустим, или минус 15. Тач начинает самопроизвольно нажиматься. Самопроизвольное нажимание тач. То есть, ярлычки начинают сам экран. Кому-то сам своей жизнью живет. У меня такое было один раз. Потом специально его засунул в морозилку. И больше как бы не повторялось. Вот такой глюк один раз был. Вот это касаемо минусов. Ну и думаю, на этом все. Всем спасибо. Пока.